Рукоделие. Вот одно из занятий, с которым героиня нашего сюжета не расстается на протяжении всей своей жизни. На этом жизненном этапе Анна Марковна Иванова занимается пошивом ярких покрывал, довязанием. Говорит, из старых вещей делает новое, длинными зимними вечерами. Сейчас сезон другой, огородный, хлопотный, недрукоделие. Мой день всегда состоит из работы. Я встаю очень рано. У меня все всегда запланировано заранее. Я вот, например, ложусь спать и думаю, завтра мне надо вот это сделать, это сделать, это сделать. И я стараюсь все выполнять. Безделье – это самое плохое в жизни у человека. Ее жизнь, ее работа была связана с детьми. После окончания педучилища Анна Марковна пришла в детский сад. Трудилась в должности воспитателя, затем методиста. Выбор профессии пришелся на сложные военные годы. Кто учился в предучилище, тому давали карточки. И может быть, это повлияло. И потом я очень люблю детей. Я росла в семье одна, и мне хотелось и самой иметь много детей. И я любила детей. И работала вот с большим удовольствием в детском саду. Чуть позже сбылась и другая мечта. Мечта о большой дружной семье. Муж, четверо детей, а сейчас уже пять внуков и шесть правнуков. Анна Марковна смеется. Богатая невеста. На минувший день рождения внуки подарили бабушке электрорубанок. С инструментом она справилась, опробовала. Есть опыт в таких делах. Анна Марковна сама украшала фасад своего дома. Новенькая беседка, появившаяся здесь взамен старой, тоже ее рук дело. С металлическим каркасом помогли, а далее сама. У меня нет электролобзика. Я хотела сходить купить и думаю, да зачем мне на старости лет. Дом у меня уже все украшен. Я пошла к соседу. Вот сосед у нас хороший. Он мне дал лобзик. Ну, я потренировалась немножко. Правда, не все равно, но ладно, для меня сойдет все-таки. Первый раз я выпилила, это все сделала. Вот внуки, не думайте, что я буду плотненько. Мне на день рождения подарили электрорубанок. Ну, я попробовала уже. Могу работать. Я планирую настрогать речек и вокруг вот тут красивые сделать заборчики, как палисаднички, вот такие низкие. И тут вот мне такая то, что походить многолетники. Так что у меня уже есть планы на будущее. Это в ее духе планировать и выполнять задуманное. Работать с любовью, разговаривать с улыбкой. Она всю жизнь так воспринимает. Разные годы были. Все пережила достойно. Для меня жизнь – это прекрасная вещь. Так что я очень ценю жизнь. И во всех ситуациях мне нравится жизнь. В 1984-м Анна Марковна ушла на заслуженный отдых. Находясь на пенсии, занимается хозяйством, осваивает компьютер, пишет мемуары, словом, по-прежнему получает удовольствие от жизни. Те, кто с ней общается впервые, удивляются, в чем источник такой активности и хорошего настроения. Отвечает – в жизни, в самой жизни.